Здравствуйте! В эфире программа IT-трансформация. Ее ведущие Максим Зубарев и Мария Орловская. Здравствуйте! У нас в гостях Константин Борисович Радченко, директор по информационным и кадровым технологиям ОАО Межрегиональный вексельный центр «Северсталь». Здравствуйте, Константин! Здравствуйте! Да, хотелось просто немножко вкратце, чтобы Вы нам рассказали о Вашей компании, чем она занимается, чем дышит, какие проблемы перед ней насущие стоят. Компания, можно сказать, ветеран на российском рынке, в российском бизнесе. И в 90-е годы компания возникла на услугах по финансированию кредиторской задолженности комбината Череповецкого. Тогда эти финансовые услуги позволяли обеспечить отсутствие оборотных средств и низкую монетизацию экономики в целом. Но потом, собственно, у комбината с финансами дела наладились, во всей экономике денег тоже стало больше. И МСС «Северсталь» отправился в такое самостоятельное бизнес-плавание, продолжая оказывать финансовые услуги там, где это необходимо и тем, кому это необходимо. И, собственно говоря, если про IT говорить в компании, то те заделы и те базовые решения инфраструктурные, которые были приняты в 90-е, они позволяют компании успешно существовать и на сегодняшний день, с обновлением технологических платформ и заменой морально устаревающих программных средств. То есть мы следим за тем, что происходит в IT-индустрии и в технологиях. Но принципиально, обсуждая модные на сегодняшний день темы виртуализации, облачных вычислений, мобилизации бизнеса, то, что приходит в качестве приглашения на бесконечные конференции, форумы, я хотел бы высказать следующим образом, что, с моей точки зрения, нужно всегда соблюдать некоторый баланс между экономическими возможностями, которые предоставляют эти новые сервисы, и теми решениями, которые IT-директор принимает для своей компании, для своей инфраструктуры самостоятельно, исходя из конкретных проблем его собственного бизнеса. И вот эти решения, они должны быть, ну, что называется, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть не нужно стараться при помощи каждой новой появляющейся возможности, да, вот все у себя менять и тут же пускаться во все тяжкие, в смысле использования все новых и новых технологий. То есть вы за консервативный подход? Я стараюсь придерживаться консервативного подхода. Взвешенного? Взвешенного, да, консервативного подхода, поскольку лучше враг хорошего. Не стоит гнаться за всеми теми новомодными возможностями, технологиями, которые появляются буквально каждый день. А IT это очень такая бурлящая, кипящая отрасль. И всегда нужно руководствоваться задачами бизнеса и теми задачами, которые IT-директор решает для своей компании, для своего бизнеса. И, соответственно, если обсуждать облака и те надежды, зачастую неоправданные, которые российский бизнес возлагает на эти технологии, я считаю, что не удастся полностью избавиться от IT-инфраструктуры, положив все данные в облака. И, что самое важное, вопросы защищенности бизнес-данных на сегодняшний день, они, наверное, все-таки остаются под вопросом. Константин, вы сторонник консервативного подхода. С учетом того, как сильно изменилась IT с 90-х годов, сразу возникают картины перед глазами, как у вас в офисе стоят XT-компьютеры и информация на дискетах. Наверное, это не так. Конечно, нет. Ну, вообще, собственно, термин консервативный и консерватизм, он, ну, по крайней мере, у меня в сознании, очень четко связан с Великобританией, английскими лордами парламента. Это хорошее слово. Да, потому что, ну, сколько о британскому консерватизму столетий. Но мы же не станем утверждать, что они по-прежнему ездят в парламент на лошадях и ретроградно одеваются в... Иногда ездят, кстати. На лошадях. Да. Ну, наверное. По торжественному случаю. Наверное, но я так вижу по новостям, что, на самом деле, они люди современные и во многих вопросах смотрят намного дальше вперед и в будущее, чем, ну, мы с вами. Поэтому консерватизм – это точка зрения, да, и настрой того человека, который принимает решения. Это способ принятия решения. Это взвешенный подход. Взвешенный подход, совершенно верно. То есть, вот как вы сказали, 7 раз отмерь, 1 раз отрешено. Да. И еще, что лучшее – враг хорошего. Поэтому, если IT-инфраструктура настроена, работает и бизнес-задача решает, то я считаю, что это как бы достижение. И нет необходимости впускаться в IT-эксперименты. То есть, мы не зарабатываем на альфа- или бета-тестирование. Мы зарабатываем на том, что обеспечиваем непрерывность бизнеса и его продолжительность. Но, а не стоит ли задача перед вашей компанией в плане поднятия эффективности, то есть, улучшения, так сказать, затратной части или повышения прибыльности? То есть, безусловно, эти те вопросы, которые всегда нужно взвешивать, анализировать и принимать по ним решения. Я почему бы задал этот вопрос? Потому что не получится ли так, что стоя на месте и слишком долго отмеряя, мы можем просто упустить возможность трансформировать бизнес, то есть, в лучшую сторону? Дело в том, что в IT, во многих, наверное, сферах так, но в IT в особенности, есть много вещей, которые трудно посчитать. Трудно посчитать в рублях. И, соответственно, вот эти риски или не четко высчитываемые в экономическом плане аспекты, они как раз и взывают к опыту специалистов, которые по долгу службы должны принимать такие решения. И, ну вот, например, многие полагают, что облачные вычисления, переход в облака снимет все проблемы, снимет всю головную боль с IT-директоров. И, соответственно, в компании останется только набор терминалов, IT-директор и контракт с сервис-провайдером, который обеспечивает все остальное. Да, если говорить о публичных облаках. Ну, вот неважно, да, важно, что есть провайдер и есть отсутствие, собственно, профессиональных сотрудников, персонала IT-службы в компании. Ну, я бы не торопился. То есть это не ближайшее будущее, вы считаете? Или вы считаете, что в целом вектор изменится? Дело в том, что, как любое эти решения, это для определенных случаев. То есть в каких-то случаях облачные вычисления – это ровно то, что доктор прописал. И классические примеры, ну, из истории того же самого Амазона, они связаны с публичными сервисами. То есть классический пример заключается в том, что разработчик компьютерной игры для, собственно, геймеров по всему миру начал с одного приложения, которое для 10 пользователей запустил, а потом оно масштабировалось, масштабировалось, масштабировалось. И вот там уже 100 миллионов играющих, 700 миллионов играющих и так далее. И это все для него было совершенно прозрачно. Но данные игрушки – это не бизнес-данные. И данные тех геймеров… Безопасность, вы считаете, основным камнем претензивания? Я бы вот как раз на этот аспект обратил самое пристальное внимание. Потому что, ну вот, к примеру, я недавно приобрел смартфон с операционной системой Android. И был поражен тому, насколько быстро, собственно, Android в совокупности с интернет-сервисами подставил массу каких-то своих мелких данных, которые он взял, ну, непонятно откуда. Вашу записную книжку? Или, понятно, откуда он взял, конечно же, из интернета, да. Но в Скайпе появилась моя фотография, которая была привязана к какому-то адресу электронной почты, которая была расположена где-то и когда-то, и так далее, и тому подобное. Последняя история со скандалом Блумберга, тогда, когда сотрудники самого Блумберга были уличены в том, что они следили за тем, какие именно специалисты, в какое время и какие данные анализируют при помощи их знаменитых терминалов с биржевыми новостями, с бизнес-данными и так далее. И вот как вы считаете, соблазн у тех, кто хранит бизнес-данные, обладает ими, велик? То есть хотя бы одним глазком взглянуть на них, да, или дать возможность кому-то взглянуть на них, или проанализировать, да, для чисто научных целей. Как мы контролируем этот вопрос? То есть вот здесь риск, который очень трудно оценить, потому что... Я думаю, что вы правы, что риск возрастает, потому что риск безопасного хранения критически важной бизнес-информации внутри предприятия, на собственных серверах, он тоже есть, потому что сотрудники предприятия сегодня... Текучка кадров, час у всех большая, сегодня работают здесь, завтра там, могут что-то унести, неумышленно или специально. Но если мы говорим о публичном облаке, где собраны данные от разных компаний, не есть ли это повод усилить безопасность и вложить... Потому что степень безопасности – это вопрос денег в том числе. Может быть, для публичного облака комплекс мероприятий, которые могут способствовать тому, чтобы облако было защищено, может как раз быть даже больше, чем на предприятии для собственного дата-центра? Мне кажется, что здесь само определение облака публичное. Оно говорит о том, что там должны храниться такие данные, которые обладают свойством публичности. То есть они накапливаются и используются некоторым сообществом, партнерами, клиентами, вне компании. А те данные, которые чувствительны для компании, они небольшой объем места занимают. То есть компания таких критически важных для бизнеса данных генерирует не так много. То есть это не подборка, не фильмотека Голливуда, которая требует терабайтов данных, которые нужно хранить действительно на каких-то специально выделенных дата-центрах. Но мы не фильмы храним. И наши данные, они достаточно компактные. И чем они более компактные, тем их легче охранять, защищать и так далее. Да, и, кстати, относительно большого взрывного роста данных, вы упомянули данные, действительно, IT-задачи усиливаются с каждым годом феноменальным ростом. То есть данные растут очень сильно. При этом с точки зрения IT-затрат, затраты бюджета не увеличиваются так кардинально быстро. Ну, средний годовой темпы прироста IT-бюджета в мире оцениваются в 2%, но за последние 5 лет, если смотреть. Если брать кадры, еще меньше они приращиваются. То есть там на 1%. Возникает вопрос, как эффективно, используя ограниченные средства, решать задачи, которые накапливаются. И, конечно, здравый консерватизм, он, наверное, нужен. Но, наверное, стоит и посмотреть, что новое. Потому что иначе просто может оказаться ситуация, что нам просто не хватит ресурсов подержать штаны. Да, ну, мне кажется, что самым емким средством экономии бюджетов являются знания и таланты. То есть мне кажется, что, я опять консервативен, что такие традиционные способности людей обобщать, предвидеть, становиться мудрее, они в наибольшей степени способны решать экономические проблемы, и войти в том числе. То есть чем более... Как раз я тоже хотела поддержать, ответить Максиму таким образом, что меньшее количество кадров нужно, наверное, компенсировать их качеством. Безусловно, да. Как вы решаете эти вопросы? Проблема с кадрами, она очень болезненна на сегодняшний день. А почему? Почему этот вопрос такой острый сейчас? Ну, потому что, во-первых, сказываются последствия так называемой демографической ямы. То есть все мы знаем, что... В 90-е, 20 лет назад примерно, да, то есть рождаемость в России резко сократилась, и вот на сегодняшний день выпускников вообще высших учебных заведений мало, а инженерных так и того меньше. Старые кадры советской еще закалки, они постепенно уходят на пенсию, ну и, собственно, стареют. Кроме того, падает качество подготовки инженерно-технических специалистов, и IT-специалистов в том числе. Безусловно, кадровый вопрос очень острый, и чем дальше мы начинаем его копать, тем страшнее становится. А сейчас, дорогие друзья, рекламные паузы. В эфире программа «АйТи-трансформация» и ее ведущие Максим Зубарев и Мария Орловская. Здравствуйте. У нас в гостях Константин Радченко, директор по информационным и кадровым технологиям ОАО Межрегионального вексельного центра «Северсталь». Итак, Константин, продолжим вопрос по кадрам. Да, дело в том, что действительно IT-отрасль достаточно молодая, а Россия как государство тоже не очень старая, если смотреть последние годы. И, естественно, вопрос кадров, наверное, очень острый. Он живой трепещущий очень, да. То есть, я бы сказал, что это та злободневность, с которой IT-директор, наверное, как любой руководитель, сталкивается ежедневно, ежечасно. Ну, так же, как с московскими пробками. И, соответственно, вопрос подготовки кадров на сегодняшний день, он становится ключевым. Потому что, ну, не секрет, что успехи российского высшего образования они оставляют желать лучшего. И, собственно, преподавание современных высокотехнологичных дисциплин, ну, то есть, как информационные технологии, электроника и коммуникационные технологии. А знания, они слишком академические или просто чего не хватает? Они замерзли на тех годах, когда сами преподаватели и, ну, так, вся инфраструктура высших учебных заведений ну, как бы себе сказали, что вот все, да. То есть, они преподают то, что знают, да, и были отсечены от каких-то работ, каких-то работ совместных с промышленностью, с бизнесом, да, от вот той прикладной науки, да, от фундаментальной науки общемировой, которая как раз вот последние, там, 20-25 лет очень бурно развивалась, переживала вот эту революцию информационно-коммуникационных технологий и так далее. Ну, и, соответственно, откуда же студентам набраться вот этих всяких новых знаний? Да. И, соответственно, ну, вот максимум, что студенты могут рассчитывать на поиск в Гугле, да, и, ну, интернет, вот самый такой достоверный источник информации для обучения. И во многих случаях даже можно было бы найти необходимые там программы и силы, но, во-первых, сам престиж инженерно-технической специальности упал, ну, вот, что называют, ниже плинтуса, да, то есть очень немногие видят у себя в будущем карьеру, ну, я уж не говорю, там, IT-специалисты, инженеров, в принципе, да. Инженеры, в принципе, то есть студентам приходится тем, что заканчивают вузы последние годы, учиться в бою. Совершенно верно, да. И предприятия, видимо, несут затраты, связанные с этим дополнительным образованием. Вот во время одной из лекций, которые я студентам читал по поводу именно проблем, связанных с образованием, по окончании лекции ко мне подошел студент, который сидел, внимательно слушал полтора часа, и спросил, могу ли я его принять на работу программистом. Ну, я, как бы, стушевался и стал расспрашивать его относительно его знаний, компетенций, что он умеет уже сделать, чему он хочет научиться. Вот, на что он мне, Безобедняков, сказал, что он хотел бы, чтобы его взяли на работу, и чтобы он на работе научился программировать как следует, с тем, чтобы потом уже, как бы, выбрать для себя направление дальнейшего развития своей карьеры. То есть работа как тестовая площадка. Совершенно верно, да. Причем лекция-то как раз была посвящена вопросам, как избежать этого, как избежать тому, чтобы учиться вот на рабочем месте. Ну, он обиделся, ушел, замкнулся в себе. Но на самом деле проблема именно в том, что для большинства современных студентов просто вот сложилось... Другой возможности нет. Не то, что другой возможности нет. А это сложилось как отрицание вот советского способа обучения. Тогда готовили энциклопедистов. То есть студенту в голову укладывали вот максимально возможное количество теоретических знаний, лишь бы он запомнил. Я думаю, это проблема образования российского в целом, не только в области информационных технологий, но и в других отраслях. А мы, конечно, об общих проблемах говорим. А российского высшего образования. Но особенно это касается инновационных отраслей, потому что они молодые. Очень меняются. И еще меньше все развивается. Совершенно верно. Как с этим бороться? Ну, прежде всего нужно понять, как бы, в чем проблема, да, и попытаться, прежде всего, принять позицию. Либо, значит, у нас школа знаний, как ее сейчас называют, в дискуссиях, да, либо школа компетенции. Потому что если у нас школа знаний, то тогда, соответственно, мы готовим энциклопедистов, а потом они, благодаря полученным знаниям, сами чудесным образом вычисляют, куда бы им, собственно, направить стопы и чему бы научиться, так чтобы потом эти все знания оказались им на пользу. Или школа компетенции тогда, когда во главу угла ставится проектный подход, да, когда студенты последовательно, семестра в семестр выполняют проекты. Когда учат учиться? Не совсем. Когда они учатся получать конкретные результаты на каждом шаге своего обучения. То есть проектный подход, он о чем говорит? О том, что в результате каждого проекта получается что-то. То есть вот какая-то конкретная вещь. Что-то в определенный срок. Да, что-то в определенный срок. И вот эта конкретная вещь, она может быть измерена объективно. Да, не просто тестирование билетом на экзамене. Да, вот попал хороший билет, значит хорошо. Не просто учитель, я учитель. Да, вот они уже умеют что-то делать. Сегодня многие, ну целый ряд высокотехнологичных компаний, работающих в области IT, как российских, так и представительств, рубежных компаний, имеют программы с университетами, направленные иногда на курс повышения квалификации для студентов, иногда просто на дополнительные лекции по, ну в той области, в которой там данная конкретная компания работает. Например, вот ЕМС, мы знаем, читает лекции, есть совместная программа порядка 20 университетов российских для студентов в области управления электронным документооборотом, в области технологий, поддерживающих электронный документооборот, архивирование и многие другие вещи. Как вы считаете, это способ, ну, конечно, это не может решить проблему целиком, да, но это способ решения, то есть это полезно для будущих потребителей, студентов из этих университетов? Ну, то, что вендоры вкладываются в подготовку специалистов, это само по себе хорошо. Но здесь нужно сказать, что сама проблематика обучения, то есть проблем высшего образования, она на сегодняшний день осознана многими, и масса экспериментов вот сейчас разворачивается в разных совершенно направлениях для того, чтобы эту проблему решить. Ну, понятно, что каждый ищет решение такого рода, которое бы устроило его, да, и единого, универсального, наверное, не будет. Ну, давайте вот таким вопросом зададимся. На международном рынке российские IT-специалисты котируются весьма высоко, да, все отмечают, что это ребята сообразительные, у них с головой все хорошо, и они очень быстро впитывают существующие знания, то есть они потом могут эти знания продемонстрировать, ну, на практике. Но... Это связано со средним образованием нашим или как? Или высшее образование просто хорошее? Ну, я бы даже как бы обобщил, сказал, что вот у нас еще пока с головами все хорошо, то есть мозги у нас есть. Генетический фонд. Да, генетический фонд еще позволяет надеяться на лучшее. И вот природные ресурсы, да, ну, а вот человеческие ресурсы, наверное, тоже можно отнести к природным. Россия богата природными ресурсами. Это очень сложно, когда так говорите. Почему? Человеческий капитал – это как бы такая область, как бы очень перспективная, куда нам надо вкладываться, вкладываться, еще раз вкладываться. Более того, если мы в нее будем вкладываться, то это же мы с вами, да, то есть мы тогда будем жить хорошо. То есть мы тогда будем чувствовать заботу о себе и реализовывать все свои способности максимально ярко, максимально широко, ну, и, соответственно, принесем, наверное, взаимную пользу друг к другу. Но я хотел о другом. То есть материал есть, нужно предложить ему правильный инструмент для того, чтобы можно было использовать его на производстве. А корпоративные университеты в этом смысле тоже многие российские предприятия идут этим путем подготовки кадров. Да, и вот в Северстале был такой опыт создания корпоративного университета. Он начал работать, и фактически он решал вопросы подготовки кадрового резерва. Ну, то есть это такая HR-функция, которая чрезвычайно важна для ротации кадров, для пополнения управленческих кадров на предприятии, для того, чтобы сами сотрудники понимали, какие у них карьерные перспективы. Но здесь уже как бы обобщая тему, да, и уходя от обсуждения там корпоративного университета Северсталя, то есть мне кажется, что корпоративные университеты в плане подготовки IT-специалистов, к сожалению, не обладают тем спектром профессорско-преподавательского состава, которым обладают традиционные инженерные вузы, ну и которым вообще, в принципе, нужно, чтобы высшее учебное заведение обладало. То есть у них ресурсная база преподавательская и контентная достаточно узка. Поэтому, исходя из эффективности существования корпоративного университета, по всей видимости, должен концентрироваться на каких-то приоритетных направлениях. Ну и, наверное, да, исходя из экономической целесообразности, на подготовке управленцев, на подготовке топ-менеджеров, да, ну то есть управленцев среднего звена и так далее. И в этом плане, ну, наверное, они свою экологическую нишу занимают и проблемы решают. Но мы-то говорим об инженерах, мы же программистах, да, системных администраторах, тех, кто помогает пользователям и так далее и тому подобное. И вот, наверное, для того, чтобы корпоративный университет такой спектр специальностей охватывал и такое количество специалистов готовил, ну это, наверное, из пушки по воробьям. И тогда мы опять возвращаемся вот к традиционным высшим учебным заведениям, которые... Тупик получается какой-то. Ну, я думаю, что всему есть решение, да, важно только прикладывать определенные усилия и в определенных направлениях. И в этом плане мы вот выбрали для себя такую стратегию сотрудничества с высшими учебными заведениями, прежде всего с Московским институтом электронной техники, поскольку я сам выпускник Московского института электронной техники. И вот связь с альмаматором, она, наверное, обладает той необходимой степенью благородности, да, или благородства, которое, ну, каждый в себе должен воспитывать. Ну, правильно, Константин, я понимаю, что основной недостаток, как бы, с вашей стороны, текущего обучения, это то, что вот делают, как вы говорите, энциклопедистов, да, и не хватает практики, да? То есть если, ну, и то, и другое же важно. Да, обучение на рабочем месте экономически неэффективно, да, то есть молодой специалист приходит, ему нужно представлять наставника, то есть такого профессионала, который ему... В результате теряют время, и наставник, и наставляемый. Да, наставник обычно высокооплачиваемый, на нем обычно висят какие-то проекты, и, соответственно, он либо вынужден отмахнуться, да, от подмастерья, либо завалить проекты, да. Потом, когда молодой человек подготовился и уже готов самостоятельно принять участие в каком-то проекте, здесь обычно не хватает компетенции именно самостоятельной работы, навыков самостоятельной работы, работы на результат. Результат. Да, то есть вот именно опыт... То есть такой американской, ну, я не скажу американской, западной модели образования. Ну, давайте все-таки про Америку говорить, да, потому что вот это современное российское решение преобразования вузов в научно-исследовательские университеты, это калька с американской моделью. То есть это как раз опыт и пример там Стэнфорда, да, Массачусетского технологического университета и других грандов американского инженерно-технического образования, которые берутся за основу. Да, Константин, то есть Мария, мы поговорили сегодня, затронули тему IT-трансформации бизнеса, как межрегиональный вексельный центр «Северсталь» преобразовывался из одного бизнеса в другой. Вот, мы затронули кадровый вопрос. Константин, может, в оставшееся время небольшое там пожелаете что-то слушателям, своим коллегам? Я бы своим коллегам, IT-директорам, пожелал изыскать возможность и уделить какое-то посильное внимание проблеме подготовки молодых специалистов, проблеме взаимодействия с вузами и вообще проблеме восстановления инженерной школы в России. То есть на сегодняшний день проблема более чем назрела, и вот любые, даже небольшие усилия в этом направлении, но со стороны каждого из нас, они, мне кажется, будут не лишними и помогут нам всем эту проблему решить и выйти в то лучшее состояние, о котором мы все мечтаем. Спасибо. Итак, в эфире у нас была программа IT-трансформация. В гостях был Константин Радченко, директор по информационным и кадровым технологиям МВЦ «Северсталь». И передачу вели Максим Зубарев и Мария Орловская. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова